всем привет мы продолжаем проходить хогвартс легаси хогвартс наследие так сегодня значит идем по сюжету мы приближаемся кстати к 4 испытанию испытания сана бакара я так понимаю это 4 будет у нас пройдите последние испытания хранения но сначала давайте сходим вот эта темная судьба близится с себастьяном крипте себастьян захотел встретиться со мной в крипке после событий которые произошли в катакомбах это так мы дрались с дядей себастьяна так давайте закончим эту сюжетную линию себастьяна и его сестры анны посмотрим чем это все дело закончится у нас ну как это видеть когда ярче аж стала здесь как было темно таки осталось люмос она убита горем ей пришлось в одиночку хоронить вашего дядю я сделал это ради нее без себастьян она ужасает сама мысль о том чтобы выдать тебя на что выдать меня она же видела что произошло тебе нужно обдумать случившееся себастьян выдать меня выдать тебя выдать тебя рейте басти на себастьян что это ты же видел что произошло я не хотел причинить вред дядя я знаю верить что его больше нет почему же все так обернулась нехер было вода кидаться блять не хотел она я лишь пытался помочь тебе я не могу оставить ее сейчас я нужен ей больше чем когда-либо ты же понимаешь поговори с у меня сам объясни ему тебя он послушает мне нужно быть рядом с анной не волнуйся себастьян я поговорю с у меня сам спасибо ты хороший друг правда да серьезно чтобы теперь не случилось знай я рад что мы познакомились и куда ты пошел бедный себастьян да да начудил конечно не пойму почему он сам это все делал этим триптихом блять с этим реликвей почему меня не позвал вообще не понял кинул меня у меня какой кошмар я сам не верю после нашей прошлой встречи я отправился прямиком в хогвартс не успел я поговорить с блэком как пришла весточка от анны я помчался фэлткрафт и обнаружил ее возле тела соломона она была вне себя от горя она хочет чтобы себастьян ответил за свои деяния но в то же время не может вынести и мысли об этом не хочу терять себастьяна но похоже у нас нет выбора нам придется выдать себастьяна мы не должны выдавать себастьяна здесь таки мы решаем судьбу себастьяна вот здесь реально выбор влияет даже если до этого момента вы не изучали непростительные заклинания если вы оставите себастьяна мы не должны выдавать себастьяна вы сможете здесь изучить все три заклинания у него если вы выдадите себастьяна себастьян попадет вас кабан и больше вы не сможете изучить непростительные заклинания так давайте мы не должны выдавать себастьяна пусть себастьян остается выбор у нас есть что хорошего в том чтобы выдать его сейчас он сожалеет о случившемся и в жизни подобного больше не сделаю с тобой не первый раз это слышим. Но нам нужно подумать об Анне. Сначала она лишилась здоровья, потом потеряла дядю. Неужели ты хочешь забрать у нее еще и брата? Я... Я понимаю, о чем ты. Возможно, так будет правильно. Хоть Себастьин и должен бы ответить за свои действия, не хочется сделать Анне еще больнее. Надеюсь, мы поступаем правильно. Я тоже надеюсь. Я поговорю с Анной. Она согласится, если я скажу ей об этом. Спасибо, Оменис. Ты хороший друг. Чтобы не ждало нас впереди, мы должны оставаться вместе. В этом я уверен. Да, конечно. Я надеялся, что мы все прекрасно сделаем, что мы все делаем правильно, что мы спасем Аню от проклятия. В итоге хуй собачий там, блядь, вышел. Кстати, пришло письмо от Алби Уикса. Лады нашего с вами сотрудничества воистину поражают. Последнее обновление вышло даже лучше, чем я ожидал. Зайдите при случае в Круголедку. Алби Уикс. Уже лечу, волосики развиваются. Так, давайте сходим к Алби Уиксу, купим третье... Третье улучшение для метлы. Хорошо. Не знаю, заметили вы только, что заметили, что поменялось. Немножко яркости поуменьшил. Потому что в некоторых освещенных местах слишком все пересвечено, мне кажется, получается. Вам что-то подсказать? Да, вот оно. Сколько? Семь с половиной тысяч? Усовершение, которое до максимальных пределов увеличивает ускорение и скорость вашей метлы. Порыв. Этот товар высочайшего качества. У него покупал все метлы. Блядь, ну у меня таких бабок нет, слышь, семь с половиной тысяч. Я пока не готов купить улучшение. Мог бы и по, как бы, по... Спасибо, что зашли. До скорой встречи. Рад вас видеть. Да, я вернулся. Я, короче, подсобирал здесь сундучку. Вам что-то подсказать? И чуть подформил деньжаток. Надеюсь, сейчас у нас все это хватит денег. Да, есть, хватает. Восемь тысяч есть. Покупаем улучшение. Третьего уровня. Работать с вами одно удовольствие. Спасибо, что поверили в меня. Спасибо, что зашли. До скорой встречи. До скорой встречи. Но, скорее всего, больше у тебя для меня ничего не будет полезного. Все. Тогда давайте идем по заданию. К этому все дополнительные... испытания Сана Бакара. Поехали. Так, вот я переместился в зал картографии. Начать задание. Надеюсь, профессор Фик получил мою сову. Нужно сообщить ему и хранителям, что Ранрак знает, где последнее хранилище. Если верить посланию, которое принесла мне сова, Ранрак действует быстрее, чем мы ждали. Да уж, фрискордные новости. Мы надеялись, будет больше времени обсудить дальнейшие действия. Давайте же послушаем, что хочет сказать ученик. Профессор, вы получили мою сову. Ранрак добыл последний из дневников Брагбара. Для этого он умертвел Лодгака. Он знает, где последнее хранилище. Годриково сердце? Лодгак. Лодгак и Ранрак были братьями. Лодгак хотел передать дневник мне. А Ранрак – настоящее чудовище. Нам нужно узнать, где находится последнее хранилище. Безусловно, это все меняет. Ранрак завладел дневниками Брагбара и знает, где находится последнее хранилище. Мы стерли память Брагбару. Но он вел дневники? Зачем ему было все записывать? Он не знал, что мы от него скрыли. Ему рассказала Исидора. Хуй его, я не знаю, ребят. Я не в курсе ваших дел. Брагбару рассказала о магии Исидора, когда попросила его изготовить для нее футляр. Это было в ее воспоминаниях. Исидора сберегла свои воспоминания? Вы знаете, что она сделала? Из ее воспоминаний я узнал, что она сделала для отца. В умоте памяти профессора Руквуда было то же самое. А ее беседа с Брагбаром, там она выразила недовольство наложенными на нее ограничениями по использованию древней магии. Думаю, наш юный друг все-таки принимает во внимание наши воспоминания и осознает, в какой ситуации мы оказались. Следующее испытание потребует исключительного владения магией и тонкого понимания натуры магических существ. Угу. Найдите лицо из камня и отростков. Советую вам самостоятельно справляться с любыми существами в ходе этого испытания. Профессор Бахара будет ждать вас в комнате. Исключительный уровень магических способностей? Тонкий талант к взаимодействию с волшебными существами? Хм. Полагаю, нужно начать поиск лица из камня и отростков. Что бы это ни было. Что ж, ладно. Профессор Уизлис меня глаз не спускает. Пожалуй, нам лучше встретиться там, чтобы не вызвать подозрений у профессора Блэка. Встретимся у берега. Возможно, там вы сможете подробнее рассказать мне об увиденных вами воспоминаниях Исидоры. Ну что ж, полетели? Так, короче, смотрите нам аж вот сюда. Хорошо, что тогда, когда мы летали в гонку проходить. Я здесь немножко поотмечался. Давайте вот сюда перемещусь. В Пейнбург. Так, что у нас здесь? Бля, давайте сминий день на ночь. Короче, блядь, есть ночь и ночь темнее ночи. Погода что-то вообще не радует. А есть какие-то дополнительные задания, это понятно. Мой бедняжечка. Это она сейчас не интересует. Так, ладно, все. Здесь тогда нам делать нечего. О, давайте посмотрим. Метла. Что ж метла покажет? а высота на которой работают ускорение довольно высоко слуха а где-то здесь надо приземляться белого это здесь да а это был трушайки и оттуда дальше пешком вы и представить себе не можете какого покору по или кого у меня хорошие новости здесь нам не придется сражаться со сторонниками ран рака плохие новости в том что им больше не нужно разыскивать хранителей так как они получают информацию из других источников так найдите подсказку как открыть комнату да ну ваша ревеллио блять делает все вон какая-то борода светится значит что нужно трах тебе дохнуть и и неужели это о да кажется я знаю что нужно делать вы узнаете изображенную здесь голову драмарок конечно я знаю напоминает драморог а следы высеченные на земле наводят на мысль что драмарок каким-то образом откроет путь научиться взаимодействовать с существами так вот в чем смысл слов профессора рек похоже на то насколько мне известно поблизости живет последний представитель древнего рода драморогов его называют владыкой берега вероятным вам придется привести его сюда а что будет дальше сложно сказать драморог а вы сами укрощали драморогов профессора доводилось довольно много лет назад в стоунхенджи министерство все еще у меня в долгу за тот случай конечно это может быть непросто в конце концов от огромные существа но все-таки возможно по опыту могу сказать что большинство заклинаний на него не действуют его придется вымотать чем я сделаю то что должен я готов превосходно я хорошо знаю эти места когда увидите останки огромной морской твари вы на месте профессор рекхам ясно дал понять что с любыми существами в ходе этого испытания вам придется справляться самостоятельно так что пожелаю вам удачи и буду ждать вас в зале картографии хорошо мне кажется или он дольше сюда добирался чем мы здесь что-то вдвоем делали сука ты зато не поговорить можно профессор расскажите поподробнее что нужно сделать разумеется вам нужно найти укротить живущего поблизости драморога понял всюду я сделаю то что должен я готов превосходно я хорошо знаю эти места когда увидите останки огромным руси с рекхам ясно дал давай давай так ну шо ж давайте посмотрим где это находится побережье калмара но в принципе значит смотрим 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 мы можем в принципе приместиться вот в этот замок и отсюда начать поехали вот эти останки морского чудовища лизак как а какие останки морского чудовища ничего себе одному сюда соваться не стоит а чё ты очкуешь так ну что давайте это ваши буршин здесь кто тут шляет а ну стой эти не то нажал какого ты хуя их не била своим видео у тебя в деле освобождение что было я тебе прикончу мелюзган да я тебя прикончу а нахера ты его империю то его убивать будет и он еще так ладно так мне интересует здесь сундук а я тебя курицу превращу за это для вот так чудесненько кажется это не лучшее место для прогулок в одиночестве светильник люмос уж ничего не вижу блять здесь сундук они а вот здесь сундук чучки люмос так но это не тот сундук который мне нужен нет то еще вы здесь и сундук чучек люмос блять как туда попасть он где-то то ли в стене стихи читает что-то тут или васильвена селена просто не сдаются отменяй свой таталус так это тоже против нас да а ну-ка так и промазал мимо 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 косой 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 отстой надвигается гроза ну на то да вот это заклинание а шутом стоял наблюдал или не поняла блять ревелью пиналая твару не нужен мне что она здесь выжигание 2 у меня что было я тебе прикончу милюзга ты чего он принга блять здесь еще один такой есть сундучок трава логия вот это интересно на запаса наверное что-то на растение влияет на урон или на еще что-то получилось подумать только ты пламба еще были нету были нету лагерь зачищен все сундуки забрал все погнали дальше возможно вот эту точку активир а она где-то дальше ладно все идем тогда дальше за драма рогом какая цели нам блять куда-то она не туда ведет не самое лучшее место для одинокого ученика это морал ладно не нашего ума дело должно быть это то самое место точно блять а день может быть в этой игре блин ну это капец какой-то вот это день и ночь только вот такой вот день темнее ночи и ночь темнее ночи блять это и короче что то ночь что то ноль блять она темнее а другое светлее ночью глядим что ты выдумал на этот раз мы бомбардану то да раз два не вижу больше я не вижу блять я варю шуту за тех по полу здесь ревелью ревелью ну и болять еще на нахера и было прятать слышишь интересно кто тут же там он сундук какой-то а в сундуке хуня я и бейшен целый брейшен где нахуй этот сука и не стал еще один можно было спрятать он не скажите на нахуй щас епу он хуй знает где слышь не так уж и сложно мерлин о курво вышло блять куда тебя несет ну давай владыка берега покажись но я магию не подготовил для поимки вот он красавец рама урок а мы будем драться или мы будем это или мы будем это по-нормальному смотри смотри ареста моментум нет левиоса но я так понял левиоса тебе не поможет давай тогда заморозка ареста моментум блять и выховать мешок а ниху я так работать не будем да а конфиль а по я я туда назван а но в ареста моментум это я Ух ты, шкаф. Роморок. Упс. Так, так, не надо взрываться. Постынь. Ареста момента. Сука. Не, я могу тебя еще раз шарахнуть нормальным заклинанием. Так, ладно. Стоямба. Тридцать шестой уровень, нифига себе. Четенько. Преклонить колено, атакуйте. Преклонить колено. Мне нужна твоя помощь. Нифига себе. Вот это махина, слышишь? Верховое животное Дроморок. В арсенале Дроморока имеется мощная атака в рывке, которая наносит много урона врагам и некоторым заграждениям. Удерживайте левую, чтобы начать. Следите за индикатором выносливости Дромороа, так как рыбки истощают его. Владыка берега. Нихуя, дракон. О-о-о, дорогой. А что у нас по управлению? Цепь переключиться и идти. Удерживать рывок. Голок. Тихо, тихо. Вот так. Это типа ускорения. О-о-о. Браконьеры? Что ж, сейчас узнаем, как Владыка берега относится к не с ванным гостям. Да-о-о. Умки получаются изморки. Моктегу! Приносят помножество. Нужно пысьть. Чебо вокруг тебе в архе. Я подошелся гиппогрив. Пыги погрив. Угрожить инцеттио. Косинго! А тебе уже ху. Инцеттио. Степь писает. Надеюсь. Ничего непростительного. Инцеттио. Пышка. Попался. Я ему. Говорят по тебе. А не драморога теперь взять. Поступать так с беззащитными существами позорно. А это единичка. Вот и ты. Быстрее. В принципе, дальше мы можем просто переместиться. Нам не обязательно дальше пешком бежать на драмороге. Тебе никак жить надоело, а? Такое, владыка берега не остановит. Хотя, смотри, для этого они, кстати, поставили всякие заграждения официальные. Здесь может быть опасно, поэтому мы перейдем этот мост. Хотите вы этого или нет? Тебе вот одно. Да. Вам лучше убраться отсюда. Это же сыпь. О-о-о. Нет. Так, можно подзарядить, а вон его полоска здоровья. Это моя полоска здоровья. Так как там переключится на голубь. Давай-ка немного ускоримся. Ага. Я понял, я понял, как. Бля. Нужно спешить. А мы уже почти прибыли. А-а-а. Я пойду, я плашу. О-о-о. Там на мой нём. А-а-а. 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 посмотрите воспоминаний думают о памяти вы не можете наверху ну прости друг как мне люмас возможно профессор рекам не зря вам доверял но все же у меня есть сомнения вы скоро увидите что исидора была вовсе не тем человеком каким казалось я искренне надеюсь что вы не обманете в моих воспоминаниях вы найдете ответы на вопросы о той силе которую вам нужно защитить благодарю вас профессор бакар встретимся в зале картографии как бы еще с первых воспоминаний было все ясно про исидору про ее силу и так далее как бы и так все ясно люмас распоминание сана бакара как или здесь нельзя убрать убрать менюшки плана поехали распорядание сана бакара здравствуйте исидора исидора сука ебучий уголочек я вижу его но мистер морган я а это откуда еще не хватает не хромакея мистер морган вообще стал зомбаком каким-то сан хорошо что вы здесь и седора не было дома я знаю но ее отец персиваль что такое такое впечатление словно у него забрали не только боль а вообще все эмоции похоже все намного хуже чем я думал не была права и седора не прекратила я только что узнал что она использовала эту магию на учениках нужно созвать остальных сейчас же иди в свою гостиную хорошо я жарю это хранилище под хогвартсом что же ты натворила дышите же слушать это же ученики исидора все чувствуют боль но почему из-за вашего высокомерия вашей одержимости секретами больше никто не будет страдать не мой отец не мои ученики никто и седора убери волшебную палочку вы учили меня оттачивать силы они выбрасывать их на ветер я себя такому не учили как стиль арбуз куя у ебало а Ну что-то не завязаны воины. Вот так вот. Даже хранители использовали непростительную махину. Она жива? Артефакты зону-то памяти. А, я понял, кажется, что это за артефакты. Это, по ходу, части вот этой сферы, которой хранится сила. Ой. Ой. Последнее хранилище находится в пещерах под Хогвартсом. В тех, в тех самых, где вы сражались с Исидорой? Да. Не, я говорил. Хранители, нам не удалось уничтожить нити чувства, хищенных Исидорой у множества людей. И мы сделали все возможное, чтобы спрятать их. К тому же мы поняли, что пока они не будут уничтожены, породившие их магия опасна для всего мира волшебников. Вот так мы и стали хранителями. Хранителями непостижимой тайны. Мы знали, что однажды кто-то, кто способен видеть следы древней магии, захочет присвоить эту силу. Поэтому мы создали испытания, которые направили бы такого человека к нам. Мы должны были убедиться, что этот человек достоин хранимых знаний и способен ответственно к ним отнестись. Но разве я не доказал, что достоин, профессор? Я обязательно должен попасть в хранилище раньше Ранрока. Конечно, доказали. Вы должны попасть в хранилище, но его защищает древняя магия. Вам нужно создать особую волшебную палочку из четырех артефактов, которые вы нашли над нашими омутами памяти. Значит, пока что Ранрок не может проникнуть в хранилище. Если вы правы, и он способен использовать силу другого хранилища, то, боюсь, он сможет справиться с защитой. Тогда нельзя медлить. Нужно изготовить палочку. Возможно, тут поможет мистер Оливандр. Еще один Оливандр. Впрочем, неудивительно. Я уверен, он скажет вам, что эта палочка может быть использована только для одной цели. Возвращайтесь с ней, и мы откроем вам путь. Я заранее отправлю Оливандру Саву. Пока вы будете у него, я поговорю с профессором Уизли. С профессором Уизли? Да. Думаю, я совершил ошибку, не сообщив ей сразу же о намерениях Ранрока. Надеюсь, еще не слишком поздно. Если Ранрок и впрямь собирается копать под Ходдвардсом, нам не помешает любая помощь. Хорошо, профессор. До скорой встречи. Так... Что у нас дальше? Остановите Ранрока и Руку Вудар. Угу, последнее задание будет, значит... Так, ну давайте пока переместимся в ручей комнату. Посмотрим на нашего Драморога. А, у нас... Ой, блядь, уже появилось на задание. Посоветуйтесь с Геральдом Оливандером. Появилось уже задание у нас, я вижу. Мастерство владения палочки. Отмена, пока мы с ней идем. Так... Взгляну в каком мы этом есть место. Так, вот сюда мы выпустим нашего владыку берега. Ох, ничего себе владыка берега. Мне надо кормушку поставить. Где моя чесалка и кормушка? Рог, драма, рога. Три штучки. Они по 700 монет стоят. Вот и все. Все твари, которые нужны для того, чтобы улучшать предметы, собраны. Так, давайте очки таланта распределим. Есть два. Давайте вот это улучшим. Пусть уже будет ключевых. Вот это при успешном уклонении, при успешном блокировании. Или что там, при успешном блокировании. И типа, наполняет индикатор. Пусть уже будет. Все. Ключевые у нас на максимуме. Так, давайте вот наконец-то улучшим предмет на максимум. Оп. И посмотрим теперь характеристики. Концентрация, засада. Там было что-то. Трава повышает урон от всех растений. Ну я, в принципе, так и думал. Так, нас интересует третий уровень. Третий уровень, нас интересует бомбарда. Все. Можно улучшить на максимум остальные вещи. Все. Все лучше на третий уровень. Снаряжение. Ну так вот выглядят характеристики теперь. Нетла, третий уровень. Так. Так, смотрите. В коварце здесь дополнительные задания. Два штучки. Давайте начнем вот этого с теплицы. Здесь вот снятие проклятия. Давайте посмотрим, что здесь нас хотят. Хочу побегать по дополнительным заданиям пока, мисс. А, это ты? Именно ты-то мне и нужен. Саманта, все хорошо? О нет, вовсе нет. О нет, вовсе нет. С моим братом Уильямом случилась беда. Я рассказывала тебе о нем после урока заклинаний. На нем проклятие. Я ведь предупреждала его, но ему было все равно. А теперь он лежит в ужасном состоянии в больнице Святого Мунга. Никогда он меня не слушает. Прости, но как именно его прокляли? В это очень сложно поверить. Однако, его ноги превратились в свеклу. Можешь представить себе, в каком он отчаянии? Как и я, впрочем. Мне нужно два горшка. Я даже не буду упоминать об интересе, который к нему проявляли кролики из нашего сада, прежде чем он обратился в больницу. Кошмар. Звучит совсем невесело. Сочувствую. Хорошо, что ты меня понимаешь. Все остальные просто смеются надо мной, будто это какая-то шутка. Вообще никакого сострадания. Что ж, ситуация и правда необычная. Как так вышло с твоим братом? Он сам во всем виноват. Я рассказала ему о том, что мне удалось узнать о нашем предке, Мармадюке Дейли. В частности, я выяснила, что на гробнице Мармадюка лежит проклятие. Братец всегда посмеивался над моими открытиями. На этот раз он рассмеялся мне в лицо. Сказал, что я все неправильно истолковала. Будто такое возможно. И чтобы доказать свою правоту, он подошел прямо ко входу в гробницу и опа! И все. Его ноги превратились в свеклы. Какой кошмар. Понимаю, почему ты так переживаешь. Ему явно нужна помощь. Вот именно. Все же он мой брат, хотя бы замнила себе невесть, что. Но никто точно не заслуживает такой судьбы. В особенности из-за одной бездумной ошибки. Боюсь, если не снять проклятие, мой брат может остаться таким навсегда. А проклятие нельзя рассеять? Возможно. Проклятие связано с украденному Мармадюка гербом. Если вернуть его на законное место, а именно на саркофаг, тогда, я думаю, с ногами Уильяма станет все в порядке. Ты сражался с напавшими на хоксми троллями, сбежала дракона, и судя по тому, что я слышала, проявляешь талант на уроках заклинаний. Вернуть герб в саркофаг для тебя же это как раз плюнуть. Так что, ты поможешь нам? Ты уверена, что это безопасно? Не хочу, чтобы и мои ноги стали свёклой. Нет, проклятие действует только на наследников Мармадюка. И мой брат это наглядно показал. Поэтому нужна твоя помощь. Ты не имеешь отношения к моей семье, и проклятие на тебя не подействует. Рамма. Видите, как у него лицо бликует, светится. Меня вот это немножко бесит. А за что гробница Мармадюка была проклята? Причиной этого проклятия было соперничество двух братьев, старшего Гранума Дейла и младшего Мармадюка. Мармадюк был знаменитым специалистом в травологии, и Гранум остро завидовал его славе. Соперничество между братьями? Похоже, у вас это семейное. Но я бы никогда намеренно не прокляла брата. Я не такая, как Гранум. После смерти матери, Мармадюк унаследовал прославленный фамильный герб. Гранум же считал, что герб должен был достаться ему, как старшему сыну. Когда Мармадюк умер, Гранум похитил герб и проклял гробницу брата, чтобы никто из рода Дейлов не мог почтить память усопшего. Ни хера не понял. Писковной информации. Ох, спасибо! Спасибо тебе огромное! Тебе лишь нужно войти в гробницу, где похоронен Мармадюк, и установить герб на его саркофаг. Насколько мне известно, туда столетиями никто не наведывался, так что у тебя вряд ли возникнут какие-то сложности. Она находится к востоку от деревни Брокберроу. Брокберроу, блядь! Спасибо за помощь. Моя семья в долгу перед тобой. Хорошо! Полетели! Здесь вон тоже еще два задания каких-то есть. Недалеко от Брокберроу. И положить семейный герб с Амантой на саркофаг. Ну что, блядь, появится уже сказочное место. Ты, блядь, пиздит мне тут. Что ж, надо, так надо. Надо, так надо, я погнал, не молчай, всем закрыли все в петле. Таинственное, весьма неуютное место. Ушишки. Что же делать? Фамильная гербница Дейлал. Гоу! Жуки пока не превратились в свеклу. Уже неплохо. Дай бис. Жуки на возник. Я не люблю. Доступного задания. А чему доступного задания? От знатока травологии стоило ожидать дьявольские селки. Дьявольские селки вот это? Что это такое? Люмос! А, блядь, а что тут? Ай, стой, блядь. Тролль? Да вы, наверное, не стоишь. Тролль, попробую еще прибрежный. Прибрежный. Тролль. Эх! Давай, до свидания. Вот и нету тролля. Я манал с ним сражаться. Ревелли. А письмо туда и сюда туда. Пачки одетая. Ревелли. Ничего не понимая. Мармадюк оставил здесь не только растения. Я не понимаю, блядц. Допрыгай. О, каэль, блядь. Люмос. Лякс. Бамбар! Руины. Харабора. Какая-то пластина. Тут что-то, блядь. Я вообще шарюсь, я не пойму. Дожди, блядь. А, все-все-все-все. Помню, 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 да. А здесь я прошел с помощью Люмоси. Люмоси и спустился вниз. Ииии. Все. Блядь. Кто-то придумал такое ползание по три года, блядь. Сукафаг. Видимо, тут и покоится, Мармадюк. Мармадюк. Короче, ложи его эмблему. Это должно помочь снять проклятие. Уж надеюсь. Это странно работает, конечно, блядь. Все, валим. Короче, переместиться из пещеры Быренька. Ой, не-не-не-не. Переместиться нельзя почему-то через карту. Иду, значит, своим ходом. Так, выхожу на выход. Керп снова на месте. Да-да-да. Очень надеюсь, что это сняло проклятие. Тучи порох. Порох, пороха в яйцах. Добрый вечер. Чего-чего? Саманта, хорошие новости. Мне удалось отнести герб к саркофагу Мармадюка. Я так и думала. Мне сообщили из больницы Святого Мунга, что с ногами моего брата снова все в порядке. Они больше не свеклы. Не знаю, как тебя отблагодарить. Надеюсь, это было не слишком сложно. Там торчал какой-то тролль. Но это мелочи. Да, это мелочи. О, мамочки. Прости, пожалуйста. Это ужасно. В эту гробницу несколько веков никто не ходил. Ну, не то, чтобы меня это узелло. От Мармадюка можно было ожидать чего угодно. Не то слово. Что ж, мне пора. Не терпится увидеть брата. Он наверняка безумно рад, что снова встал на ноги. Наверняка. Любой бы обрадовался. Мы слили нам навеки у тебя в долгу. Давай, не хворай. Еще раз спасибо за все, что ты сделал. Вот. Задание. Мне тут пришло задание. Это предсказали звезды. Встретиться с Поппи в запретном лесу. Ой, бля. Мы до сих пор еще не закончили это задание. Поппи. Офигеть. Ах, то винная почта. Винная почта. А, вот. Поппи. Давайте встретимся в запретном лесу. Я знаю где искать Дорона. Мы должны рассказать ему про символ, который изобразили лунтелята. Надеюсь, мы еще на шаг ближе с Ниджетом Поппи. Поппи. Давайте выполним задание. Это предсказали звезды. Короче, летим. Значит, они сделали это, когда вы поместите... Офигеть. Люмос. Знаете, почему или что это значит? Это как-то связано со Сниджетами. Знания подобны морям. Широкие просторы ничего не говорят нам об их глубине. Доран, поговорите. Рад снова видеть вас, Доран. Поппи уже рассказала вам о том, что произошло? Да. И я рад, что вы благополучно вернулись. Я не был уверен, так ли мудро было посылать вас дорогой, которая в лучшем случае неведома, а в худшем смертельна. Природа проницательности кентавров безлично и всеобъемлюща. Небеса говорят нам о грядущем, и зачастую мы не знаем, что увидели, пока это не произойдет. Вы знали, что браконьеры попытаются прикончить нас с Поппи? Нет, мой юный друг. Но меня это вовсе не удивляет, уверяю тебя. Я ожидал этого, так же, как и нашу с тобой первую встречу. Возможно, вам следует начать с самого начала. Полагаю, что нам с Поппи это бы весьма помогло. Разумеется. Это лучшее место, с которого стоит начинать, не так ли? Много лун тому назад я предвидел череду событий. Значение от меня ускользало до тех пор, пока вы не принесли новости о сниджетах и охотящихся на них браконьерах. Полагаю, что символ, созданный танцем лунтелят, обозначает место, где прячутся сниджеты. И по счастливой случайности, я, кажется, знаю, где это место. Прошу вас, продолжайте. Я видел этот символ лишь однажды. На скале, в лесных утесах. Торопиться надо бна. Сниджеты, которых держали там столько лет, могут быть в опасности. Поторопись-ка. Я ничего не понял. Блять, надо... Солнце, блять, светит мне. Подожди. Так. Откуда вы знаете, что символ указывает на место, где спрятаны сниджеты? Я не знаю. Это мне показали звезды. Предсказания даются так, как должно. Я лишь возвещаю о них. Должен сказать, что удача нам сегодня благоволит. То, что вы показали мне символ, происхождение которого мне известно, не совпадение, но судьба. Да. Вы упомянули, что предвидели череду событий, прежде чем наши пути пересеклись. Что это были за события? Я видел прибытие незнакомца, вражескую угрозу и возвращение старого друга. Полагаю, что незнакомцы — это вы. Браконьеры — враг. А старые друзья — это сниджеты. Кроме того, я увидел два места, связанных с этими событиями. Пещеру с лунным камнем и круг стоячих камней, утопавших в лунном свете. Если вы правы, то нам следует отправляться в путь. Встретимся там. Мы не допустим, чтобы сливки снова пропали. Так, а шо? А куда? Ничего не понял, короче. Что-то пришел, побазарил с ними. А задание дальше не движется. Птица в руках. Слетится с поки к юго-западу от Брокбэрроу. Грациус! Полетели. Опа, полетели. Кулина, да. Просто потрясающе. Ночью, ну почему, блядь, ночью? Я пришел так быстро, как смог. Над входом был символ. Лунтелята сделали такой же в кругу камней. Конечно, Доран на это намекал, но увидеть его своими глазами... Неужели это и вправду то место, где прячутся сниджеты? Давай выясним. Доран ждет нас наверху. Если что, я готов. Вот это да! Настоящие сниджеты! Хорошо, что мы вроде как опережаем браконьеров на шаг. Как-то странновато, что их не слыхать. Может, нам везет, и они все еще разбираются в бабушкиных исследованиях. Там было немало всего. Нас, в свою очередь, вел Доран. Даже если браконьеры как-то наткнутся на это место, нас здесь уже не будет. Куда нам, блядь, дорогая? Веди, блядь. Приветствую. Ага. Доран, надеюсь, вы не очень долго ждали? Вовсе нет. К тому же, это не я жду вашего появления. Вы принесли лунный камень? Да. Хорошо. Для этого дела он важен не меньше, чем ваше присутствие. Ага. Так, что же дальше? Что это за колонны здесь? Это своего рода защита. Впрочем, есть только один способ узнать. И подозреваю, что вы лучше представляете, что делать в таких необычных ситуациях. Выяснили, как и попасть внутрь руин. Ну, конечно же, в этом деле спец я, который впервые, блядь, видит это место, нахуй. В какие руины нам нужно попасть, ребята? В ход хотя бы покажите мне, блядь. Ну, давай лунный камень сначала. Тайбиз. Ага. Глациус. Обязательно эти колонны не двигаются. Нам нужно идти поактивировать вот эти все символы. Тайбиз. А чё? А чё горит вот этот символ? Ммм... Ау там ещё что-то загорелось. Может быть дело в свете и темноте? Чего? В каком свете и темноте? Если ты что-то поняла, то давай, я ни хера не понял. Я пока не с методом тыка работаю. Не трогай ту, блядь. Так, ну я пока и сейчас ни хера не понял. Хуй знает. А ни хера не меняется, блядь. Может быть дело в свете и темноте? Душай. Яснее можешь подсказать, я не пойму о чём ты говоришь, каким светом и темнотой. Эээээ... Хуй знает. Надо, короче, я так понял, чтобы активировалось вот эти два символа. Глацио и вот эта тупирка, блядь. Это я в принципе понял Уголка вот эта, давай вот эта подвигай Чхуй я не пойму Может быть дело в свете и темноте Опи Это ничего не поможет Три раза скажешь одно и то же Опи займись им Ебало Хуй я не знаю Ники стоят мне не помогают Убей паука нахуй У меня заклинание нахуй не работает Из-за этих блядь Угол Может быть дело в свете и темноте И шо А-а-а-а-а-а-а-а-а Это я кручу ту сука стрелку Это надо Уголка блять мне Может быть дело в свете и темноте? Я блять понял Теперь Так где Блять это какой пипиндер А вот этот пипиндер мне надо туда Ой сука не трогай Блять Так где Это куда блять Нет в обратную Нахуй Где там Гладцыус Тормози Нахуй Есть Или хуй А шо блять не так Ну И шо Так Нихуя не понял А может надо шо Не гладцыус И пуговка светил А подожди Мне там нужно было гладцы А ну-ка блять Три Не А на кей хер Мне нужен был гладцыус Для этой миссии Я туда не понял А А Она убила Его Молодец Капустой убила Так я пока не пойму Блять Стопэ Уже так Ебаный рот А шо нужно сделать Блять Та да Нихуя не пойму Ты здоровой блять Подсказать не хочешь Не Фу сука Нихуя не пойму Чего от меня Хотят Блять А сука Блять Я понял Там есть два Похожих символа Я бы включил этот А надо блять Вот это Другой Нахуй А надо Вот это Блять Сука Это какую Я блять Пипичку тянул Вот эту Стой назад 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 Тормози Сработало Ебаный рот Думаю мы все знаем Куда ведет этот проход В очко Я должен вас покинуть Нихуя Если ты помог Блять Вы не идете С нами Если с Ниджи Ты здесь Табуну Нужно будет В этом Убедиться Особенно Элику Идите без меня Я догоню вас Как только Смогу Давай Блять Уходишь Ну и пиздуй Позолоченный Насест Пошли Блять И куда Сколько же тут книг Это ты еще не видел Кабинет моей бабушки Ага Посмотри на настенные росписи Сплошь волшебные существа Думаю это место Было построено Для их защиты Здесь им было нечего бояться Люмос Почему ты так считаешь Пять В лагерях браконьеров Всегда Напряжение буквально Висело в воздухе По крайней мере Так мне казалось А это место Излучает атмосферу Безопасности И спокойствия Прямая противоположность Лагерям браконьеров Я так понимаю Помогать ты мне Ничем не собираешься Да Люмос Ну хотя бы ящик-то Левиос Ну хоть что-нибудь Сделай рая пожалуйста ну ё-моё вы над них реально нету никакого смысла уж они бродят со мной хотя бы просто люму свети мне да и все уже ты для помог знаю почему так решили сделать куда я блять иду, хуй знает построивший эту комнату очень любил читать причем все эти книги о существах твоей бабушке здесь понравилось бы это точно скорей бы рассказать ей об этом бомба бомба я все понял работа мне до хуищи офис той смотри как работаю блять брать но хотя бы сделали да она вторую бы кубик хотя бы прям и принесла делали будешь он здесь вот у там или масс ёбаный рот нахуй еще залез нахуй а где полога бенгардиум львес все самому бенгардиум львес я нам не помогают блять вот смысл тоже она со мной ходим блять ну конечно как хитро придумано камень не трожь ничего себе кто такие так это вороны какие-то кто так охотник браконьер теперь дело спешат на помощь главное вовремя сука анимах блять 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У тебя только зелья выпил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы в порядке, но если бы вы пришли на минуту Пустье... Я привела их сюда, Доран. Вы бились вместе с нами против своих. Я рад, что стал этому свидетелем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь я верю всему, что рассказал мне Доран. Я правда их видел, Эллинг. Заканчивай дело, брат. Все события, которые ты предвидел, еще не произошли. Опять мне, блядь, штука, двери открывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот они. Они здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Яйца с Ниджета. Теперь остается только снять чары. То есть мы должны... Я всего лишь хотела, чтобы им ничего не угрожало. И теперь... Давай идей. Она только что как-то странно выглядела, блядь. Поппер, блядь, не пугай, нахуй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мерлин, свидетель, они такие славные. Но что будет с ними теперь? Они ведь совершенно беззащитные. А когда станет известно, что они снова появились... Их никто не тронет. Кентавры позаботятся. Даю вам слово. Большое спасибо, Доран. Спасибо за то, что помогли нам найти их и защитить. Благодарности заслуживаешь ты, дитя. Ты сделала доброе дело. Помни это. Сегодня вы проявили храбрость. Позвольте нам подхватить эстафету. Если вы не против, Доран, я бы хотела остаться и немного побыть среди сниджетов. Доран, я бы хотела сдавать. Доран, я бы хотела достаться. Все, ребятки, тогда. На сегодня на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ссылочка на плейлист будет находиться в описании под видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь. Здесь в следующей серии мы идем выполнять последние, ну не испытания, делаем палочку. Короче, я так понимаю, следующая серия это уже финал игры Hogwarts Legacy. Все, ребятки, всем спасибо за просмотр, всем пока. Продолжение следует...